Медицина, переработка природных ресурсов, атомная энергетика, авиакосмические технологии и другие перспективные для экономики сферы – номинацию республиканского молодёжного конкурса «Стоидей для Беларуси», который уже стартовал во всех регионах страны. «Стоидей для Беларуси» – это проект, организатором которого является Белорусский республиканский союз молодёжи. Проект ставит перед собой такие задачи – отобрать лучшие молодёжные проекты, идеи, которые полезны для общества. Участником проекта «Стоидей для Беларуси» может быть молодёжь от 14 до 35 лет в данном конкурсе. Данный проект уже проводится порядка несколько лет, и он уже стал узнаваемым брендом нашей организации. Это для молодого человека не только возможность заявить о своём проекте, о своей, допустим, бизнес-идее, но в том числе и площадка, где молодые учёные, изобретатели могут пообщаться, обменяться опытом, своими мнениями. Конкурс приобретает всё большую популярность. Через него прошли около 10 тысяч инновационных проектов молодых изобретателей. Год науки номинаций станет больше – 20 вместо 10. Конкурс проходит в три этапа – районный, областной, а далее республиканский уровень. В областном этапе в 2017 году от Солигорского района участвуют три конкурсанта. Среди них – Дарья Залезская, учащаяся в Старобинской средней школе. Она уже становилась победительницей конкурса. Ею было получено вещество, с помощью которого можно локализовать и предотвратить пожар в лесу. На этом Дарья не остановилась. Она доработала проект. Теперь ингибитор горения можно будет использовать и при тушении пожара в жилых зданиях. С этой перспективной идеей Дарья будет участвовать в конкурсе в 2018 году. Талантливая ученица первой школы Солигорска Александра Малкина работает над своим проектом более года. Успешную идею подсказал преподаватель. Тема работы – пиролиз. Она связана с перерабатыванием вредных отходов, которые выбрасываются в окружающую следу в настоящее время. Я считаю, что в настоящее время эта тема является действительно актуальной в наше время, потому что развитие моей темы способствует, наверное, более экономическому выгодному положению для Республики Беларусь. Александра со своим научным руководителем увлеченные экспериментируют в лаборатории, выезжают на места, чтобы проводить опыты, используют научную литературу. Александра Малкина у меня одна из самых моих перспективных учениц. Мы с ней занимаем, опять же, не первый раз место. Я думаю, что и в этот раз обязательно займем, потому что лучшего проекта пока, ну, вряд ли себе можно представить, вот, по крайней мере, в рамках нашей школы. Потому что следующий проект, который готовится в школе, он связан с сорбентами радионуклидов, тоже нами делается, с сорбентами радионуклидов, связанными с ленисто-солевыми шламами нашего, ну, Беларуськария. Вот, в принципе, следующий проект, наверное, более перспективный с точки зрения экономики, потому что он позволяет уменьшить влияние Цезия-137 радионуклида в Чернобыльской зоне и вернуть в народный, в экономический оборот, в общем, Чернобыльскую зону. Но пока будем делать то, что связано с пиролизом. Еще одну конкурсную работу готовит вторая гимназия. Школьники разработали медицинские повязки с медью. По итогам конкурса лучшая работа получает финансирование – грант на разработку проекта. Надеемся, что работы солигорских изобретателей воплотятся в реальность и найдут свое практическое применение в Беларуси. Продолжение следует...